А совместитель главы Амурского района Людмила Бессмертных провела выездное совещание в селе Ачан. Репортаж Валерии Толкачевой. В работе совещания приняли участие Оксана Баланова, начальник отдела культуры и искусства Амурского района, Сергей Кикелев, начальник отдела архитектуры и градостроительства Амурского района, глава сельского поселения село Ачан Андрей Ходжер и Оргкомитет села. На повестке дня было затронуто два вопроса. Первый – о подготовке и проведении праздника «Наследники традиций», посвященного 365-летию села Ачан и 30-летию фольклорного ансамбля «Тасима». Первое, что мы планируем, строительство и покраска заборов на территории администрации, заборы поменят полосы до 20 июля. Ну, ответственная администрация, глава. Ремонт зданий остановок тоже до 20 июля, бюджет поселения, ответственная глава поселения. Ремонт спортивной площадки, строительство туалета. Я думаю, что мы мероприятия некоторые проведем не раньше, я думаю, что еще месяц останется. Мне кажется, готовность должна быть вот уже на такие вещи 5 июля. 23 июля пройдет мероприятие, которое требует серьезной организаторской подготовки, массы времени и усилий. Второй вопрос, наиболее сложный. Корректировка проекта Национально-культурного центра Силамсе. Стоимость строительства снижена со 152 миллионов рублей до 98 миллионов рублей. Сергей Кекелев, начальник отдела архитектуры, подробно объяснил, что вначале необходимо составить новый план расположения центра и указать количество комнат в нем и этажные здания. На основе плана и пожеланий будет разработан новый проект. По окончании совещания участники оценили благоустройство села Ачан. Администрации села, детский садик, фельдшерско-акушерский пункт, школа – все находится рядом в шаговой доступности. Мне сейчас прям, мне очень нравится сейчас на работу, конечно, приходить. У нас сейчас все так красиво стало, все практически не отличается от городских кабинетов, прививочных, процедурных, потому что для работы у меня сейчас есть практически все. Лидия Хаджир в 2015 году предоставила свой проект Хабаровскому филиалу компании «Полиметалл» и «Амурскому гидрометаллургическому комбинату» на оснащение фельдшерско-акушерского пункта мебелью на сумму 95 тысяч рублей. И вот в марте месяце пришло подтверждение о том, что «Полиметалл» одобрил мой проект и выделили деньги, и я обратилась в Амурскую больницу, они по своим каналам приобрели вот эту вот всю мебель. В каждом кабинете у нас вот приобрели столики, кушетку, новый пеленальный стол. Население приходит, они прямо замечают это все, им все так нравится и приятно, да. Что они могут, у нас бывает, что очень много народу на прием приходит, и даже негде было посидеть. Вот, а сейчас у нас есть в коридоре в ожидании, там у нас есть две банкетки хорошие, где с мягкими спинками, где могут они посидеть и в очереди, как говорится, подождать. Хочется выразить благодарность компании «Полиметалл» за оказанную поддержку, помощь. В России началась экзаменационная пора. Посещение сельской школы 26 мая совпало с проведением первого государственного экзамена для девятиклассников. Все было как положено, и несмотря на прибывших гостей, дальше холла нас не пустили. Да и мы, понимая всю важность происходящего момента, пообщались без церемоний на первом этаже. У нас началась итоговая аттестация обучающихся девятого класса. На школе их обучается 11 человек, но один ребенок является участником СОВЗ. Так как сегодня дети у нас сдают первый экзамен, вообще по всей России это общество знаний, 10 человек у нас сдают сегодня экзамен. Дети у нас выбрали 4 предмета, соответственно, ну у каждого свой выбор. Русский математику они сдают обязательно предмет, и два предмета по выбору. В школе у нас все оборудовано для того, чтобы экзамен проходил в соответствии с порядком проведения экзаменов. У нас есть организаторы вне аудитории, пропускная система, видеонаблюдение в штабе ППЭ и в самой аудитории, в которой проводится у нас экзамен. Трое учащихся 11 класса будут сдавать экзамены с фейсдом на базе Либанской школы. Затем мы наведались в Национальный культурный центр Силамсе, села Ачан, который был открыт в апреле 1997 года на базе дома фольклора сельского поселения села Ачан. Сегодня в Национальном культурном центре существуют две творческие группы Народный ансамбль СИУН и детский образцовый ансамбль ТАСИМА. В штате центра есть свои балетмейстеры, костюмеры, художники и оформители. Эти люди делают все, чтобы сохранить переемственность и развитие народных традиций. Им аплодировали в России, в таких городах, как Москва, Ленинград, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Соединенных Штатах Америки, Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия, Анкоридж, Болгарии, Варна, во Франции, Перпиньяк, Канет и в Китайской Народной Республике. Собранный участниками коллектива «Нанайский фольклор» привлекает ученых, композиторов, музыковедов, российских и иностранных фольклористов. Рост исполнительской культуры и мастерства участников ансамбля «Сиун и Тасима» заслуга их руководителей, балетмистера Веры Килле и художественного руководителя Нины Гейкер. В центре проводится большая работа по возрождению и сохранению национальной культуры коренного национального самосознания. Продолжение следует...